МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Традиционное мероприятие для учреждений дополнительного образования в Сургутском районе. А вот тема новая и очень актуальная. Внедрение цифровых технологий в преподавание музыки. Сальфеджио любят далеко не все дети. Поэтому задача преподавателей в современных условиях усложняется еще и тем, что нужно применять новые методы, принципиально новые подходы, новые технологии преподавания. С этой целью мы работаем над укреплением материально-технической базы школы искусств, которая позволила бы применять эти современные технологии. Барсовская школа искусств стала площадкой для проведения семинара неспроста. После открытия в поселке Центра цифровых компетенций технологичной стала и классическая музыкальная школа. Дети пишут музыку не в нотной тетради, а в компьютере. И тут же прослушивают то, что получилось. И вот такой вот практически современному ребенку более понятный подход через цифровое видение процесса, он позволяет и восприятие предмета улучшить, и заинтересовать ребенка, и дает совершенно иные результаты. Цифровые интерактивные программы и пособия вывели преподавание теории музыки на новый уровень. Теперь дети играют не только гаммы, этюды и пьесы. Благодаря образовательным программам, как раз таки современным, цифровым, с помощью как раз таки игр, мы пытаемся лучше и более понятнее подать эту классическую музыку. Дети все-таки, на первую очередь, понимают язык классической музыки через игры, а во вторую очередь уже через сам материал. Контингент детей, он довольно-таки развит в этом плане, потому что дети интересуются, детям нравится, дети приходят с удовольствием получать знания, образование, и после чего поступать дальше уже по именно музыкальным предметам и по музыкальному образованию. В таких совещаниях педагогов всегда участвуют представители профессиональных учебных заведений. Это Сургутский музыкальный колледж и колледж русской культуры имени Знаменского. Они выступают экспертами. Обсуждали преподавание теории музыки, самую сложную дисциплину в школах искусств. Это программы в виде игр. Для детей интересно то, что всегда знания они получают с помощью игры, а тут такие игры компьютерные. Это игры, с помощью которых ребенок познает музыкальную грамоту, теоретические какие-то понятия, биографии композиторов. Это ребусы, кроссворды, викторины различные. В развитии материально-технической базы учреждений культуры, в том числе школы искусств, муниципалитет, ежегодно вкладывает не менее 20 миллионов рублей. Заявок, конечно, больше. Но тем не менее, эти 20 миллионов, которые ежегодно нам подтверждают при планировании бюджета и лично поддерживают Андрей Александрович Трубецкой при формировании бюджета, вот эти средства помогают нам не то чтобы держаться на плаву, а внедрять новые современные проекты, использовать новые современные технологии, в том числе и в преподавании в детских школах искусств. Музыкальное образование в Сургутском районе ежегодно получают в течение года 2800 детей. Для сельской местности это очень хороший показатель. На территории работают 6 детских школ искусств и 5 их филиалов почти в половине поселений. И, судя по тенденциям, эти цифры вскоре станут еще больше, а население района образованнее.